Вячеслав Юрьевич говорит о том, что там компьютеры нет, там оборудование не то. Но ведь суицид это не только, допустим, дедовщина. Конечно, в первую очередь дедовщина. Но я считаю, что совершение суицида, самоубийства, прежде всего, надо связывать с психическим состоянием человека. Это вам не только любой врач скажет, это более или менее имеющий жизненный опыт человек может сказать. Поэтому у нас же военно-врачебная комиссия тесно связана с Министерством здравоохранения. Вы говорите, можете прийти сразу визуально определить, психически нормален он или нет. Но вместе с тем военно-врачебная комиссия, которая определяет отбор в армию, должна быть высочайшего класса. Я должен сказать, и думаю, что выражу мнение большинства, что уровень наших врачей, которые выявляют вот эти параметры в ходе этих комиссий, он недостаточен. И практика это показывает. Значит, мы слушаем наших представителей вооруженных сил, вернее, представителей военной прокуратуры. Причину называют в документообороте, значит, там не хватает времени. Но при чём из этого? Вот я просто имел когда-то отношение к правоохранительной системе. Главная задача в любом правоохранительном деле – это предупреждение, это превенция, чтобы не бороться с последствиями. Поэтому я считаю, что вот эти вопросы, которые сейчас подняли, вот я абсолютно справедливо обратила внимание на то, что качество, значит, работы военно-врачебной комиссии, она, ну, не выдерживает критики. Потому что вообще Казахстан, по данным и Организации Объединённых Наций, это я знаю по своей прежней работе, вот мы входим в десятку стран, где совершаются суициды. Это официальная статистика. Вот, и, к сожалению, вооружённые силы не являются в этом плане исключением. Вот поэтому я думаю, что мы к этому вопросу в части Министерства здравоохранения вернёмся. Вот я не думаю, что такой поверхностный подход нас удовлетворит, нас, сенаторов. Вот поэтому заслон, значит, прохождению в армию лиц, которые не должны там служить по медицинским показаниям, причём не по плоскостопию, ещё почему-то. Вот, а именно по вот этим причинам это самым серьёзным образом должен быть сделан заслон. Иначе эти проблемы потом расслабывают вооружённые силы, получив такого бойца. Вот так вот я решу. Продолжение следует...